Речь идет о защите нашей национальной безопасности. Свидетельства, о которых говорили эксперты по национальной безопасности, очевидны. Это вопрос национальной безопасности. Для многих из нас это моральная проблема, если вы верите, как я. Это большее творение. На этой планете мы несем моральную ответственность за то, чтобы быть хорошими управляющими. Но даже если вы не подписываетесь на это, вы знаете, мы несем моральную ответственность перед будущими поколениями. Спасибо, госпожа спикера, спасибо, что сделали климатический кризис одним из ваших главных вопросов на предыдущей должности спикера. А теперь мы перейдем к вам из избирательного комитета по глобальному потеплению и энергетической независимости. Мы потеряли много времени. Теперь мы подошли к климатическому кризису и решению этой проблемы в наших руках. Я горжусь тем, что являюсь представителем избирательного комитета. И для меня большая честь представить климатическую акцию HR9 с коллегами и лидерами в области климата сегодня здесь. Выступая, как очевидец событий, которые произошли в моей семье, когда ураган Ирма налетел в мою местность с его разрушительными ветрами, угрожающей бурей и волнами полтора года назад. Я понимаю, что мы должны срочно действовать. Нам повезло, потому что у нас было время уйти, но слишком многим американцам не сойти с пути климатического кризиса. Наводнения, проливные дожди, экстремальная жара и засухи, кризис в области общественного здравоохранения, рост цен и температуры, климатический кризис. Когда американцы видят кризис, мы реагируем. Это было с руководителями Америки. Взаимодействие США с другими странами привели к климатическим действиям в Международном Парижском климатическом соглашении. Соглашение было достигнуто. Мы можем отреагировать на невероятно растущую общественную поддержку молодых людей, которые также требуют климатических действий, а не первое поколение, которое выросло в климатическом кризисе. Теперь они требуют шанса быть тем поколением, которое это решает. Поэтому, несмотря на то, что президент сказал, Америка не отступит, Америка не будет убегать, Америка выполнит свои обязательства, климатические действия теперь дадут волю американской изобретательности и инновациям в будущем. Госпожа спикер права. У нас есть моральные обязательства перед будущими поколениями бороться с климатическим кризисом уже сейчас. Мы можем сделать это. И вместе мы сделаем. Смещая акцент на Америку, Палата представителей США приняла свой первый важный законопроект по проблеме изменения климата, тема, которую многие считают доминирующей на выборах 2020 года. Законопроект, принятый контролирующей демократической палатой, направлен на предотвращение выхода из Парижского соглашения. Итак, на самом деле президент Дональд Трамп обещал следовать данным обещаниям. Законопроект был принят большинством голосов. 193 из 231 республиканцами присоединились в поддержку законодательства. Законопроект запрещает использование федеральных следств для выхода из договора. Законопроект также требует, чтобы администрация Трампа выполнила обещания данной США по договору. Хотя законопроект вряд ли пройдет через Сенат, контролируемый республиканцами, в значительной степени это важно. Это также первый раз за 9 лет, когда законопроект об изменении климата получил такую всеобщую поддержку Конгресса. На самом деле Парижское соглашение о климате было горячо обсуждаемой темой. Соединенные Штаты приняли соглашение в 2016 году во время правления Барака Обамы. Теперь, согласно договору к 2025 году, США обязаны сократить свое углеродное загрязнение как минимум на 28% ниже уровня 2005 года. Однако его критики, в том числе и Трамп, всегда говорили, что соглашение обременяет США чрезмерными оковами. Трамп часто указывал пальцем на Индию и Китай, говоря, что они являются главными загрязнителями. Движение, которое набирает силу, призывающее правительство объявить чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата. Во время дебата в лидере Либарийской партии Палаты Общин Джереми Корбин выдвинул ходатайство о том, чтобы британский парламент первым в мире объявил чрезвычайную ситуацию, связанную с климатом. Лидер Либарийской партии призвал парламент объявить чрезвычайную ситуацию в области климата и разработать новую политику, которая вызовет волну действий со стороны парламента и правительств по всему миру. Ходатайство прошло без возражений, но остановилось на том, что правительство официально должно объявить чрезвычайную ситуацию. Мы не можем терять время. Мы живем во время климатического кризиса, который опасно выйдет из-под контроля, если мы не предпримем быстрых и эффективных действий сейчас. Это больше не в далеком будущем. Мы говорим о необратимом разрушении окружающей среды в течение нашей жизни, членов этой палаты. Молодые люди знают. Им больше всех есть, что терять. Я был похож на многих членов этой палаты с обеих сторон, глубоко тронутых несколько недель назад, которые увидели улицы за пределами парламента, наполненные шумом детьми, воспевающими нашу планету, наше будущее. Для кого-то из моего поколения это было вдохновляющее, но и одновременно унизительно от того, что говорили дети. Они должны были покинуть школу, чтобы преподать нам урок взрослым. Правда в том, что они опережают политиков в этом, в самой важной проблеме нашего времени. Джереми Кормин также отметил, что в мире наблюдается беспрецедентный рост климатической активности с разными группами, заставляющие политиков слушать. Активисты одной группы протестовали 11 дней и парализовали центры Лондона в последние недели. Протестующие заблокировали главные достопримечательности Лондона. Более тысячи человек были арестованы. Организаторы назвали это крутнейшим событием гражданского неповиновения в новейшей британской истории. Движение прекратилось через неделю после того, как 16-летняя шведская студентка Грета Сандберг обратилась к законодателям Великобритании с требованием принять дополнительные меры по борьбе с изменением климата. Шведский 16-летний подросток критиковал Великобританию за поддержку эксплуатации ископаемого топлива и преувеличение сокращения выбросов углерода. На конференции по изменению климата в декабре прошлого года мэры, губернаторы, местные главы штатов и городов все еще находятся в Парижском соглашении по климату и они возьмут дело в свои руки. Я действительно поделился этим с вами еще в декабре прошлого года о том, как штаты, губернаторы, города и мэры будут принимать законы для обеспечения соблюдения воскресных законов или законов об изменении климата. Также я поделился с вами относительно той же модели однополых браков, как это было реализовано, где это началось со штатов Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а затем другие города последовали их примеру или другие штаты последовали их примеру. Точно так же мы увидим то же самое с законами об изменении климата и воскресным законам, где они будут применяться сначала на местном уровне, прежде чем они станут федеральными законами. Я поделился этим с вами четыре месяца назад. В этом видео для тех из вас, кто еще не видел, вы можете увидеть его. Я поделился в свете сценария изменения климата еще в декабре прошлого года во время конференции по изменению климата. Теперь в свете того, что мы видим. Климатическая чрезвычайная ситуация была объявлена в Великобритании. Это вызвало волну протестов, в которых было арестовано более 1100 человек. И эти протесты подтолкнули их объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, заставляя их начать изучать законодательства или законы, касающиеся изменения климата. Также мы знаем, что Грета Санберг подтолкнула к этому, обращаясь к парламенту Великобритании и критикуя их за то, что они ничего не сделали в отношении изменения климата. Мы также видим закон, который уже был принят в Палате демократов, и это фактически блокирует президента Трампа из выхода из Парижского соглашения по климату. Я считаю, что он технически не может выйти до ноября этого года или ноября следующего года. Он не может выйти до ноября в продолжение этих двух лет. Мы должны понимать, что все это приведет к тому, что ваша религиозная свобода будет отнята в соответствии с воскресным законом. Обратите внимание, что говорится в этой статье. Здесь говорится «Влияние Лаудато Си на Парижское соглашение о климате». Другими словами, в этой статье говорится, я помещаю ссылку на эту статью в поле описания ниже, они заявляют, что Парижское соглашение о климате является результатом того, что Папа Франциск написал в своей энциклике «Лаудато Си», которая была написана в 2015 году. Это был тот же год, когда Папа Франциск приехал в Америку и выступил на совместной ассамблее Конгресса, где показаны нам плоды того, что он сделал в 2015 году. Теперь мы начинаем видеть то, что сделал Папа Франциск, придя и выступая перед Конгрессом по вопросам изменения климата и спасения планеты. Теперь мы видим плоды его труда в протестах молодежи по поводу изменения климата, которые были объявлены в Великобритании. По законам, которые внедряются здесь, в Америке, у нас уже есть локализованный новый зеленый курс, принятый в Нью-Йорке. Также мэр Лос-Анджелеса Гарсетти реализовал свой новый зеленый курс. Мы увидим, как эти законы будут приняты на местном уровне, прежде чем они станут федерализованными. Это то, что мы уже можем видеть. Но обратите внимание на то, что говорит этот заголовок, когда мы продолжим читать эту статью. Последнее предложение статьи, в которой говорится, «Вклад Папы Франциско в обсуждение международной климатической политики и целей устойчивого развития вдохновил политическое сотрудничество, приведшее к ключевым международным соглашениям». Другими словами, энциклика Папы Франциско является причиной, по которой Парижское соглашение по климату было заключено. Это результат документа энциклики «Лаудату Си», написанной Папой Франциском. Итак, что это значит? В своей энциклике он заявил, что решением проблемы изменения климата является соблюдение воскресения. Нам нужен день отдыха, чтобы устранить или снизить выбросы в нашем обществе для борьбы с изменением климата в условиях глобального потепления. Нам нужен день отдыха, нам нужно соблюдать воскресенье, поэтому меньше работы, больше времени для семьи, больше времени проводить с семьей и обратиться, чтобы признать Бога. Воскресное поклонение – это то, что он защищает. Воскресное богослужение является признаком авторитета католической церкви, потому что католическая церковь говорит, что она выше Библии, что противоречит Писанию. Это богохульство в соответствии с Писанием. Библия учит, что седьмой день – суббота Господня. Суббота с вечера пятницы после захода солнца до вечера субботы. После захода солнца – это истинная суббота. Поэтому мы видим, что в Америке скоро будет принят национальный воскресный закон. По мере того, как эти законы об изменении климата будут реализованы, мы увидим национальный закон о воскресном дне. Здесь, в Америке, братья и сестры, настало время занять вашу позицию относительно Божьего истинного святого дня. Не следуйте за человека, не следуйте за зверем из библейского пророчества. Это знак зверя, когда это предписано законом. Ни у кого нет начертания зверя сейчас. Но если будет предписано это законом, что вы должны поклоняться в воскресенье, тогда мы знаем, что многие примут знак зверя. Вы и я, по благодати Божьей, будем запечатаны Божьей печатью, которая является субботой Господней. Это Божья истинная печать, Его знамение Его народу. Чтобы определить, кто такие истинный Божий народ, обратимся к книге Исход 31 глава. Здесь очень ясно говорится о том, что это знак, который Бог дал, чтобы показать, кто является Его народом. Седьмой день, суббота. Почему? Потому что этот народ признает Его как Создателя неба и земли, Создателя земли. И Бог хочет спасти нас от этой земли и от греха. Не спасти землю. Миссия Папы – спасти землю и заставить вас поклоняться в воскресенье. Это то, что мы увидим здесь, в Америке, братья и сестры. Приближается воскресный закон. Время почти истекло. Иисус скоро придет. В правильных ли вы отношениях с Господом? Это первое. И трудитесь ли вы для спасения других? Это второе. Эти два приоритета мы должны иметь. Принадлежит ли ваше сердце Иисусу? Это номер один. И номер два. Предприняли ли вы шаги, чтобы рассказать правду о Божьей субботе другим? Чтобы они могли узнать истину, избежав грядущего разрушения при излите семи последних вяз. Иисус грядет, братья и сестры. Давайте подготовимся и расскажем о делах нашего Отца. Продолжение следует...